Однажды я ехала в метро, и в одной из станций вышел человек, которых мы называем безопределённого места жительства. От него, естественно, очень неприятно пахло, он неприятно выглядел. И первое, что я сделала, это было неосознанно. Я отодвинулась, отошла подальше, потом ещё подальше, и продолжила ехать. Но потом, когда домой, меня это очень внутри задело, я немножко пофантазировала, что бы было, если бы такой человек в одну из суббот зашёл в мою церковь. И этот стих об этом. Он зашёл в церковь тихо, на последней скамейке сел. Он ещё ни разу не слышал, чтобы кто-то для Бога пел. Он промок и продрог для нитки, перегаром наполнился зал. Он зашёл сюда по ошибке, он о Боге и не слыхал. Косых взглядов не замечая, он направил вперёд свой взор. Любопытство, оно и только. Интересно, о чём разговор? В чёрном, выглаженном костюме рассекал по ступеням пижон. Да они тут, походу, шикуют. Я же был такой жизни лишён. В этом мире меня не любят. Да постойте вы, что за вздор? Кто такой этот ваш мессия? Зло и боль? Вот, уже разговор. Иисус, говорите, спаситель. Свою жизнь за меня отдал. Да кому я вообще такой нужен? Хоть бы кто мне полтинник дал. Люди, правы же, обернитесь. Вот я жизнь и живой пример. Кто такой этот ваш мессия? Что? И меня он спасти хотел. Говорите, в хлеву родился. Ну, согласен. Он не из вас. На себя-то вы посмотрите, нос воротите. Да, я пропах. Провонял насквозь навозом, гнилью мира. Я жил в хлеву. Оттого-то вам и противно. Я вас в этом не виню. Презирали его и били? Да постойте. Его-то за что? Меня тысячу раз лупили. Оттого и хромаю давно. Ладно, женщина в синем костюме. Да, отсяду. Ты так не смотри. Вон, взгляни лучше на мессию. Он бы другом не стал. А ты? Надо встать. Призывают к молитве. Выйти, чтоб изменилась жизнь. Ребята, вы так не шутите. Сказать плотник «Куда», чтоб спастись. Да чего уж там правда? Выйду. Все так просто у вас и легко. Да смотрите в глаза, не коситесь. Я привык к взглядам. Дырка? И что? Не Армани, увы, простите. Что ты там говоришь, мужик? Иисус говорил с бандитом? Я к общению не привык. Но мне ваш Иисус симпатичен. Он простой. Он не прятал бы взгляд. Исцелял прокаженных, избитых. Помогал тем, кто голоден, наг. Да уйду я. Еще потерпите. Я хочу о Мессии узнать. Он вошел в мое сердце. Смотрите, стало мне так легко вдруг дышать. Хоть о нем я и мало знаю, но на вас он совсем не похож. Ладно, синий костюм, прощаюсь, чтоб тебе выходить не пришлось. И неспешной хромой походкой он из храма под ливень пошел. В эту ночь под железной калиткой он покоя от страданий нашел. Он заснул. И во сне он увидел, как ему улыбался Бог. И сна в жизнь он не возвратился, подведя бытию итог. А с другой стороны калитки, через улицу метров ста, пели люди красиво гимны, прославляя имя Христа. Только он тогда не был к ним близок. Он их пение слышать не мог, потому что ушел с этим нищим. Ведь ему улыбнулся сам Бог.